ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Итак, Макс, ты готов? Конечно, Мария Петровна! Тогда начинаем! Раз, два, три, ёлочка, гори! Не тот. Да уж, не работает. Хорошо, что мои одноклассники меня не видят. Стою перед кучей посохов и пытаюсь заколдовать ёлку. Думаю, мои коллеги-учителя удивились бы моим действиям куда больше. Но раз Добрыня попросил проверить эти посохи, детективы агентства ХРУМ должны сделать всё возможное. Давай следующий. Вот, пожалуйста. Ну, начнём. Раз, два, три, ёлочка, гори! Снова нет. Вот, последний остался. Последняя надежда. Раз, два, три, ёлочка, гори! Увы, нет. Выходит, все эти посохи не волшебные? Да. Я позвоню Добрыне, а ты собирайся. Возьми тёплую одежду. Сегодня мы можем оказаться в очень холодных сказках. Хорошо, Мария Петровна. Капитан сказочной полиции Добрыня Никитич слушает. Алло, Добрыня, это я, Мария Петровна. Здравствуйте, Мария Петровна. Ну что, вычислили подделку среди волшебных посохов? Маги и колдуны всех сказок ждут вашего ответа. Увы, Добрыня. Мы с Максом все посохи проверили. Волшебных посохов среди них нет. Но как же так? Ведь все они должны быть волшебными. Посох Морозка, посохи Двенадцати Месяцев, посох Дедушки Мороза. Не говоря уже о посохах Мерлина, Гэндальфа и... Ну да ладно, что делать-то будем? Отправимся на поиски. Ладно, жду вас в сказке. Так, посовик взял, темные ботинки, шапку, шарф. А варежки? Тоже взял. Так, куда мы отправимся? Помнишь сказку Двенадцать Месяцев? Это та, где девочка зимой подснежники искала? Конечно. Вот туда и переместимся. Да уж, не жарко тут. Настоящий мороз. А где волшебники? И как так получилось, что у всех волшебников посохи бракованными оказались? Они, как рассказал Добрыня, собрались на ежегодную встречу магов и чародеев. Этакая всесказочная конференция волшебников. Там они обсуждают свои волшебные проблемы. Представляю, кучка бородатых старичков в островерхних шапках спорят о применении заклятия. Но что же случилось с посохами? Посох волшебника – это его сила и оружие. Оружие, в соответствии с правилами этикета, принято оставлять у порога дома. Вот и сдали посохи при входе. Уходя, они посохи забрали. Однако, вскоре в полицию стали поступать жалобы на их некорректную работу. Сломались, что ли? Некоторые сломались, а многие просто подменили. Все посохи сдали в полицейский участок для расследования, а оттуда Добрыня их переправил нам. Ни один из них не смог зажечь огни на елке. А ведь это очень простое волшебство. Оно совершается на каждом новогоднем празднике, в каждом детском саду. Да уж, но этими посохами ничего не зажечь. Разве что костер из них сделать. Но мы так с уликами поступить не можем. О, Добрыня, привет! Здравствуйте, детективы! Что же получается? Кто-то обокрал всех сказочных волшебников. Скандал на весь сказочный мир. Да уж, не просто обокрал, еще обманул, подсунув им вместо магических посохов обычные палки. Значит, это был кто-то, кому было хорошо известно, как выглядят эти посохи. Почему это? Ну, а как бы он фальшивки сделал? Нет, Макс, таких выводов мы сделать не можем. Потому как, обладая даже одним волшебным посохом, можно запросто наделать кучу фальшивок. Тот, кто стащил все посохи, обладает очень большой силой. Точно! В посохе содержится вся сила волшебника. Ну, не вся, конечно, но довольно большая ее часть. Вы хотите сказать, что теперь где-то по сказкам бродят сверхмогущественные чародеи? Не вижу для него смысла бродить, как ты выражаешься, но, по сути, ты прав. На его месте я бы припрятал свои трофеи, чтобы не рассекречиться. Пытаешься понять, как мыслит преступник? Правильная тактика, но для этого надо побольше о нем узнать. Добрыня, покажи, пожалуйста, место преступления. Место преступления? А, место, где собираются волшебники. Ух ты! А где они собираются? Да тут, в лесу, неподалеку. Ага, это же сказка «12 месяцев». Там месяцы волшебники сидели вокруг костра прямо в лесу. Да, так как они все «12» уже здесь, то все остальные к ним в гости приходят. Но ведь сказочным существам нельзя из сказки в сказку путешествовать. Из-за этого вечно какие-то проблемы возникают. Сказочные законы очень сложны, Макс. Например, Добрыня может путешествовать, и Красная Шапочка, и еще некоторые персонажи. Главное – не задерживаться в чужой сказке надолго и не менять ее сюжет. А целая толпа волшебников никак не влияла на сюжет сказки. А они всегда собираются в лесу, там, где никого нет. В тот момент, когда действие сказки еще происходит в доме. Вот это место, кстати. Да, по следам видно. Ага, следов здесь немало. Если хотите знать мое мнение, детективы, мне кажется, преступник – кто-то из волшебников. У них, знаете ли, частенько конфликты и ссоры случаются. Каждый думает, что он самый могущественный и сильный маг и чародей. А были какие-то ссоры перед исчезновением посохов? Точно все маги их сдали? Вроде все. Ну, как их посчитаешь? Они то невидимые, то в зверей обращаются, то еще чего выкинут. Эти волшебники, похоже, ведьм, честное слово. Добрыня, не топчись здесь. И так следы перепутаны. Нашел. Что? Нашел место, где они складывали посохи. Вроде гардероба. Хм, в самом деле, похоже. Крючки, полки, ящики. Вот это да! Прямо среди деревьев. Как же я раньше не замечал. Эх, магия. Хорошая конспирация, я бы сказала. Только детектив может обнаружить такое место. Причем не простой, а детектив агентства хитрейших расследований умнейших мыслителей. А может, продолжим расследование где-нибудь в тепле и с чашечкой чая? Замерз, Добрыняшка? Зябко тут. Если честно, я тоже замерз, Мария Петровна. Да, зима здесь на редкость сурова. Что ж, идем греться. Жаль, только следы нам уже не прочитать. Точно, снег пошел. Сейчас все заметет. Слышите, как воет. Похоже, метель начинается. Как бы нас самих не замело. Странно, кто это на нас метель наслать решил? И ветер то с одной стороны дует, то с другой. Будто кто-то в силе состязается. Нашли время проказничать. Дубы эти волшебники? А кто же еще-то? Устроили соревнования. Нам надо скорее добраться до дома, а дальше позвать Морозка, декабрь, январь, февраль и Деда Мороза. Настоящего? Нам поддельные не нужны, Макс. Вижу, там, задите деревья мне. Скорее, туда. Хрум или сказочный детектив. Странно, окна не горят. Еще повезло, что Добрыня его заметил. Странно, что люди без света сидят. Главное, в дом попасть, в тепло. Здравствуйте, люди добрые. Пустите нас. Я начальник полиции Добрыня. Не открывают. Добрыня, нажми на дверь посильнее. Ой, ты сломал здесь замок? Мы вломились в чужой дом? Здесь, похоже, никого нет. И не войдимы сюда, замерзли бы совсем в такую погоду. Макс, Добрыня, растопите печь, а я займусь самоваром. Нам всем необходимо тепло, иначе это станет последним делом детективного агентства Хрум. Да уж, и сказочные полиции тоже. Хорошо хоть дрова сухие есть, ну и погодка, а? Это не погодка, Добрыня, а соревнования. Ох, как тут хорошо. Странно только, что никого нет. Это ведь дом героев сказки. Куда они могли подеваться? Мне показалось, что печь была немного теплая, как будто ее топили недавно. Ага. И котел вон за собой не помыли. Эх, хани. Котел? А что в нем? Не знаю. Супчик, наверное, был. Что еще в котле варят? На дне вот капелька осталась. Попробую. Нет, Добрыня, поздно. Лучше бы мы эту капельку в пробирку перелили и в лабораторию отвезли. Теперь никак не узнать, что там было. Может, хоть немножко. Извините, я все выпил. Но если вам поможет, могу сказать, что было вкусно. На суп похоже? Нет. Скорее на сироп или чай с лимоном. Может, на молочный коктейль или какао. Ты чувствуешь себя по-другому после того, как выпил это? Да нет, все так же. Да не волнуйтесь вы, Марья Петровна. Это обычный лимонад. Уверен? Так, пора делом заняться. Все согрелись? Ага. Тогда я приглашаю сюда Морозка, Деда Мороза и зимние месяцы. Явитесь перед нами, волшебники. Расскажите все, что вам известно. Ух ты, они настоящие, появились. Вон там, за окном. Тише, Макс. Давай-ка я лучше. Ладно, Марья Петровна. Тем более, я не горю желанием выходить из теплого домика. Марья Петровна, нужна моя помощь? Я этих магов-чародеев мигом пручу. Нет-нет, оставайтесь лучше здесь. И как она не мерзнет? Не знаю. Я вот согрелся. Чувствую себя таким бодрым. Прямо хочется схватить что-нибудь огромное и закинуть куда-нибудь. Странное желание, Добрыня. Силушка во мне просыпается. Эх, пойду помогу Марье Петровне. Негоже ей, женщине, за нас проблемы решать. Может, лучше не надо? Ой, куда они делись? Волшебники Марья Петровна. Они... Пропали. Только что ведь здесь были. Они украли ее. Ведь хотел же я выйти. Что теперь будет? Эх. Ты что, Добрыня, как ты это сделал? А что такого-то? Всего-то стул пнул. Но ты его так пнул, что он через весь дом пролетел и в щепки развалился. Я и не подозревала, что ты такой сильный. Ой, и правда. Хм. Ну да, я же сильный. Он сомневался еще. Это Марья Петровна. Скажи ей, мы ее обязательно спасем. Алло. Алло. Марья Петровна. Куда вы делись, Марья Петровна? Для того, чтобы утихомирить разбушевавшихся волшебников, я попросила их помочь нам в расследовании. Сейчас они показывают мне свои владения. Хотят доказать непричастность к похищению посохов. И вы им верите? Они могли просто спрятать посохи. Я, конечно, не думаю, что Дед Мороз мог так сделать. Нет, Макс, подозревать так всех. Но пока я им верю. К тому же они заметно теряют свою силу. Ничего себе. Такая метель за окном. А вы говорите, теряют силу. В прежние времена любой из них мог устроить такую метель в одиночку. А теперь это коллективный труд. Но кто же, если не они? Осмотрите получше дом. Мне кажется, мы чего-то не заметили. Я попрошу прекратить метель, чтобы вы могли выйти и поискать улики на улице. Хорошо. Только их уже наверняка снегом замело. Но мы постараемся, Марья Петровна. Ну что, она очень испугалась. Где ее держат? Я готов бежать и спасать. Погоди, Добрыня. Неизвестно, кто кого похитил. У Марии Петровны все в порядке. Она просит нас поискать улики внутри дома и вокруг него. Смотри, метель прекратилась. Даже солнышко выглянуло. А может, это они заставили ее так говорить? А на самом деле... Нет, Добрыня, успокойся. Все хорошо. И потом, если бы кто-то из них сейчас обладал всеми магическими посохами, что бы ему помешало хоть весь мир превратить в сосульку. Но сверхколдун так и не появился. Да, странно. Наоборот, силы волшебников стало уменьшаться. Так скоро в мире вообще не останется волшебства. Добрыня, я, кажется, понял. Это не Дед Мороз и не Морозка. Это кто-то, кто не любит волшебников. У них вообще могут быть враги? Эээ... Ну, как-то вроде и не припомню. Люди разве что. Среди сказочных существ врагов не сыскать. Люди? Почему? Ну, знаешь, в разные времена люди то боялись колдунов, то боролись с ними. Неспроста в доме никого нет. Куда же все подевались? Что за расследование без свидетелей? Твоя правда, Максимка. А что, если мачеха девочки из сказки о Золушке стащила посохи? А? И сбежала с ними? Может быть и такое. А мы на волшебников напраслено наводим. Для чего им у самих себя воровать? Молодец! Хитрейший детектив. Так, осталось только путь их вычислить. Мария Петровна попросила улики поискать. Ну же, хоть что-нибудь. Хорошо бы понять, что улика, а что нет. Вот, к примеру, тут на полу шерсть. Кошачья вроде. Черная. Улика это? Не думаю. Мало ли кошек на свете. Слышишь? Смотри, Добрыня, вон там под лавкой котик сидит. Ничего себе, котик. Здоровенный какой. Весь черный, глаза зеленые. Просто колдовской котище. Как думаешь, Макс? Это все суеверие. Хороший котик. Да? Иди сюда. Поглажу. Ай, царапнул меня. И убежал. Да, котика тоже можно понять. Вломились в дом без приглашения. Вот, опять ты что-то пнул. Я не виноват. Оно под ногами валялось. Сейчас найду. Все-таки, Добрыня, отчего ты вдруг сильным стал? Нашел. Это всего лишь маленький серп. Ну, знаешь, для сбора трав. Какой смешной кривой ножик. Как коса для гномов. Как думаешь, это улика? Не знаю. Он ведь тоже у кого угодно может быть. Кроме того, мы ведь уже поняли, что должны искать что-то, что подскажет, куда отправилась мачеха с посохами. О, гляди-ка. Письмо? Не думал, что тут грамотные сказочные персонажи живут. Как думаешь, можно его вскрыть? Оно же чужое. Ну, мы же расследование ведем. Следовательно, действуем в рамках закона. То есть, собираем улики. А письмо улика. Значит, открываем. Интересно, что они там пишут. Ага, все ясно. Оно от сестры этой самой мачехи. Оказывается, она тоже злая мачеха. Только в сказке Морозко. Правда? Вот так-так. Заговор злых мачех. Там написано про их план? Нет, это просто приглашение на Рождество. Они специально ничего не написали. Думали, мы не догадаемся. Все, Макс, решено. Отправляемся в сказку Морозко. Хрум или сказочный детектив. Как будто и не перемещались. Тот же снег за окном. Да и домик похожий. Макс, Добрыня. Марья Петровна. Нашли какие-нибудь улики? И как вы поняли, что я именно здесь? А мы и не поняли, если честно. Просто нашли улики, указывающие на преступный сговор и злых мачех. Ага. Да что вы говорите. И какие это улики? Вот, письмо. Так, дай-ка взглянуть. Обычное письмо. Приглашение на праздник. Где улика? Мы подумали, что люди, то есть мачехи, решили восстать против волшебников. Избавиться от волшебства. Версия интересная. Однако не вижу фактов, указывающих на нее. К тому же у всех здешних персонажей есть алиби. Алиби – это когда есть подтвержденная информация о непричастности подозреваемого к преступлению. Правильно, Добрыня. То есть мачехи невиновны. А кто же тогда? Ой, что-то я проголодался. Смотрите, у них тут пирожки. Отрежу себе кусочек. Никто не возражает? А что это за нож у тебя, Добрыня? Это? Да это серп для трав, Марья Петровна. Откуда он у тебя? Так, нашел его. Кое-где. Пирог объедения. Хотите? Хочу посмотреть на этот твой серп. Пожалуйста. Добрыня его в прошлой сказке нашел. В доме, возле лавки. Еще и пнул его, через весь дом летел. Представляете, Марья Петровна? Зачем? Подумаешь. Немного сил не рассчитал. Я вообще удивляюсь. Никогда не замечал, что Добрыня такой богатырь. Стул просто в щепки сломал. Вы бы видели. А ну-ка пойдем, богатырь, на улицу выйдем. Зачем это, Марья Петровна? Пойдем, пойдем. Видишь, вон ту ледяную глыбу Добрыня. Ну как не видеть? Она вон выше меня ростом. Подними-ка ее. Что? Это же невозможно. Возможно. Смелее. Мне кажется, я не такой сильный. Не хотелось бы позориться. Ладно, хорошо. Ну вот, видите? Он поднял ее. Ага. Как это? Положи. Только подальше где-нибудь. Вот так. Вот это да! Все ясно. В том котле, из которого ты выпил, было волшебное зелье. Какое? Которое варит друид Панорамикс из французских комиксов об Астериксе. Астерикс и Абиликс. Знаю. Про них даже мультики есть. И фильмы. Там было волшебное зелье, дающее огромную силу тому, кто его выпьет. Все улики указывают на Панорамикса. Но в чем его мотив? Наверное, хочет стать самым главным магом. Откуда у него вдруг столько честолюбия взялось? Честолюбие? Не сказал бы, что эти галлы такие уж чистюли. Честолюбие, Добрыня, через Е. Честолюбие – это когда человек хочет признания, чтобы его считали успешным, лучшим. Да кто же этого не хочет-то? Предлагаю пойти к Панорамиксу и выяснить, чего он хотел и куда спрятал посохи волшебников. Мы попадем в ту самую гальскую деревушку, которая так долго не сдавалась римлянам. Познакомимся с Астериксом и Абиликсом. А можно мне хоть капельку волшебного зелья? Тебе-то оно зачем? Оно поможет в расследованиях. Я буду самым сильным сыщиком. О, это идея. Может, заказать его для всех сотрудников полиции, чтобы легче было с преступностью бороться? Ну нет, больше этот напиток никто из вас пробовать не будет. Достаточно, отправляемся в Галлию. Как-то здесь тихо. Все по домам сидят. Хотя вообще-то в этой гальской деревушке всегда веселье, шум, гам. Давайте разделимся и поищем Панорамикса. Хорошо. Где-то у него тут домик был. Я его мигом отыщу. Панорамикс! Эй! Это я, Добрыня, начальник сказочной полиции. Кто это там прошмыгнул? Да это же Эдефикс, собачка Абиликса. А вон Астерикс. Бонжур. Бонжур. Скажите, пожалуйста, Панорамикс, где он? Мне очень нужно его найти. Здравствуй. Ответь, ты римляне? Я? Нет, я детектив. Меня зовут Макс. Макс. Какое-то римское имя. Максимус. Оно римского происхождения. Но я не из Рима. Просто хочу помочь вернуть в сказки волшебство. А для этого мне нужно найти Панорамикса. Извини, дружище, но он не сможет тебе помочь. Его зелье перестало действовать. Так что если ты хочешь суперсилы, поищи ее в другом месте. Но у него должны быть посохи магов. А для чего они тебе? Ты, случайно, не от Гаргамеля? От кого? Погодите-ка, что-то знакомое. Гаргамель. Это такой злой и неудачливый колдун. Он вечно гоняется за мелкими синими гномами с мурфиками. Точно. Сегодня просто день комиксов. Так вы хотите сказать, что это он украл посохи? Но там ведь были следы Панорамикса. Все улики на него указывают. Не знаю, что за улики, но... Да, мы взяли посохи. То есть мы с Абеликсом взяли. А Панорамикс нам помог. Зачем? Да чтобы они Гаргамелю не достались. Он хотел их похитить и испортить. Дело в том, что Идефиксу, любимому песику Абеликса, сразу не понравился кот Гаргамеле, Азраэль. Он погнался за ним. Абеликс за Идефиксом, а я за Абеликсом. Вот так и получилось, что мы случайно подслушали планы Гаргамеля. И вы решили помешать ему? Конечно. Мы посчитали это своим долгом. А ну, брызь. Смотри. Это кот Гаргамеля следит за нами. Я его уже видел сегодня. Он меня поцарапал. Покажите мне скорее, где посохи. Я позову Добрыню. Он начальник сказочной полиции. Он не позволит Гаргамелю ничего с ними делать. Ладно, идем. Не это ли твой друг из полиции? Да, точно. И с ним Мария Петровна, глава нашего детективного агентства Хрум. Мария Петровна, Добрыня, дело раскрыто. Астерикс и Абеликс помогли Панорамиксу украсть посохи. Только для того, чтобы их не испортил злой Гаргамель. А так они у нас. В целости и сохранности. Панорамикс хотел сделать их неуязвимыми для злых чар, но не вышло. Его силы иссякли. Ничего. Мы вернем посохи, и сила вернется к волшебникам. А вам на будущее совет. Если видите, что кто-то недоброе затевает, зовите полицию. Не пытайтесь разобраться сами. Это не наш сильм, сьо, но мы попробуем. Наше расследование подошло к концу. Можем возвращаться домой. До свидания. Пока, Добрынь. Интересное сегодня было дело. Как это мы с Добрыней столько улик пропустили? Чуть дело не провалили. Да уж. К счастью, вам не удалось его провалить. Мария Петровна, откуда эти посохи взялись вообще? Первыми посохи стали использовать пастухи. А, знаю. Загнутые такие, как леденцы. Нет, Макс. Загнутые с одной стороны полосатые леденцы появились как раз от этих пастушьих посохов, как рождественский символ. Пастухам они нужны для того, чтобы разбредающихся овец ловить. Этим самым загнутым концом, да? А что вообще означает посох? Многое, Макс. Посох – это палка, верно? Она может принадлежать бедному страннику, но может быть и скипетром, знаком королевской власти. Один из вариантов посоха – жезл. Знаю. Жезлы бывают у регулировщиков. Такие полосатые палочки. Точно. А еще у священнослужителей. Палка, на которую можно было просто опереться или загонять домой стадо животных, давно стала символом власти и особой силы. Да. А еще раньше с тросточками модно было ходить. Да. Этот аксессуар – родственник посоха. Особенно модной была трость в девятнадцатом веке. Да, я видела их в исторических фильмах и на картинах. Но обычно на трость не столько опирались, сколько помахивали ей. Чего с ними только не делали. Внутри тростей научились делать тайники. Кто-то прятал в них кинжал, кто-то яд, а кто-то – свернутые ноты. Кажется, у Льва Толстого была трость, которая раскладывалась и становилась стулом. Да. Знаменитая трость великого классика позволяла ему остановиться и отдохнуть в любом месте. Но довольна история. Сегодня детективное агентство «Хрум» вернуло посохи всем сказочным волшебникам в целости и сохранности. Есть чем гордиться, Макс. Хрум или сказочный детектив.